Неделя мозга в Санкт-Петербурге Неделя мозга востребована, если судить по количеству слушателей в наших аудиториях, и в основном это учащаяся молодежь, но вместе с тем здесь много и специалистов, и просто людей, которые интересуются мозгом, его функцией. Сегодня открытие Недели мозга, и мне хочется всех вас еще раз поприветствовать. Я являюсь, в общем-то, инициатором, организатором, вдохновителем этого замечательного события. Спасибо большое, Евгения Павловна. Ну, что касается лекторов, то это, в общем, можно сказать, самые известные, самые крупные специалисты нашего города и гости. Тематика Недели мозга все эти годы каждый раз была отличной. Мы начали со стресса и депрессии, потом рассматривали когнитивные функции, рассматривали развитие мозга. В этом году тема посвящена проблемам зависимости, проблемам эдикции. Я думаю, что очень символично, что эта конференция в этом году практически целиком идет на нашей площадке, потому что университет имени Павлова, а Павлов — это тот человек, который создал нейробиологическую основу современной теории развития зависимости и дикции. Ну, а Институт фармакологии имени Вальмана — известное в нашей стране научное учреждение, которое работает в этой области уже почти 60 лет. Артур Викторович Вальман, имя которого носит Институт, был, по сути, первым советским, российским ученым, который начал исследования в этой области на международном уровне. Я думаю, что результатами работы вот этих Недели мозга является, конечно, лучшее понимание тех проблем с патологией мозговых процессов, ну, а в этом году и с проблемами зависимости. Начинала с шампанского с водки, сейчас она употребляет вот эти склянки, пустырники. Который срок дает, а с другой стороны, вы можете купить сколько угодно в аптеке кровогола, а кровогол вы знаете. Человек, который алкогольно зависимый, он может выразить желание лечиться, вот вы рекомендуете повысить интенсионный компонент именно людей, зависимые группы. Потому что они не в стоп и когда еще, да? И мне просто хотелось уточнить, это все-таки она уже заложена как бы? На определение сформировалось лет и ошенью в главном году. Ну, ну не, ну не, ну не, не знаю. Вот у меня такой вопрос, понимаете, ну как я, я хочу, чтобы это как-то вот... Ну, в центрах убегают часто, вот 20-25 процентов, это правильно ясно. Других способов здесь не придумывают. Судя по тем жарким вопросам, дискуссиям, которые возникают над единицем, По аудитории нашей молодежи вот эти лекции находят живой отклик.